Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! 26 мая 2014 года при подписании экономической части соглашения об ассоциации новоизбранный шоколадный президент Украины Петр Порошенко попросил по телефону шефов ЕС Жозе Мануэлю Борозу и Германа Ван Рампея об отстрочке на неопределенный срок. Ввиду такого поступка, который до сих пор скрывался от нас средствами массовой информации, давайте еще раз по порядку рассмотрим кризис, начавшийся с Майдана. Евромайдан в Украине начался 21 ноября 2013 года с протестов, вызванных заявлением прежнего украинского правительства о нежелании на тот момент подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Президент Янукович просил об отстрочке на неопределенный срок. После этого в Киеве против него начались демонстрации по следующим причинам. Во-первых, что он являлся подручным олигархом. Во-вторых, он обирал народ и коллекционировал ценности. И в-третьих, он не хотел подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Что предприняли новые властители в Киеве после насильственного и кровавого переворота и изгнания Януковича? Территорию разделили между теми олигархами, которых ранее критиковали. Одного из них даже избрали новым президентом. Экономическое положение значительно ухудшилось, тогда как прежде олигархи его немного улучшили. Расхваливаемое соглашение об ассоциации с ЕС, которое на интернет-страницах, теперь уже находящегося в должности президента Порошенко, представлялось населению как членство в ЕС, также откладывается на неопределенный срок. Сейчас, вместо того, чтобы констатировать факт улучшения ситуации в Украине, мы стали свидетелями следующего развития событий. Так называемые антитеррористические операции нового правительства, которые между тем направлены также и против мирных жителей, продолжаются. В восточной части страны десятки тысяч человек находятся в бегах. Рост насилия сопровождается требованиями нового президента о военной поддержке НАТО против восставших террористов на Востоке. Подобный сценарий нам очень знаком по Сирии. Глядя на такое развитие, и судя по тому, что ЕС сдерживается от того, чтобы предпринять действия против этой волны насилия со стороны украинского правительства, все яснее, что переворот и все эти беспорядки были организованы не в целях укрепления экономики или демократии. Напрашивается вопрос, не было ли все это с самого начала сделано лишь для вторжения НАТО на эту территорию навсегда? Продолжение следует... Продолжение следует...